Речь пойдет о БАДы, большущей активной добавке, про подмену понятия, которое имеет место быть. Когда вы смотрите, рекомендует, все маркетинг какой-то, распространяют БАДы. Их рекомендует употреблять, но к ним употреблять, хорошее слово, но к ним прилагается еще и инструкция. Выпивайте 2 литра чистой воды, ни чая, ни кофе, занимайтесь спортом. Ну а зачем воду пить? Потому что это вот то, что вы приняли БАДы, мол, они должны распределиться, и именно вода распределяет по всем клеточкам, по всем тканям. Ладно, давайте дальше. Спорт. Надо заниматься спортом, это тоже приложение, пункт 2. А зачем спортом? Ну как зачем? Когда вы занимаетесь спортом, тоже все активно, кровь кипит, все разносится по вашим клеточкам, а иначе, если вы не будете спортом заниматься, не будете воду пить, то как же вот эти вот наши БАДы, то ли это LifeMax, то ли это Global Trend, там еще разные фирмы, буду и другие называть, они не разносятся по нашим тканям организма. Поэтому нужно пить воду и заниматься спортом. Дальше. Нужно корректировать свое питание, то есть начать питаться здоровой пищей, потому что как бы пора уже заняться своим организмом, а люди так и делают, приобщаются в эти вот группы, в компании и замечают, что люди идут немножко дальше, они уже занимаются, начинают комплексно видеть и питание начинают регулировать. То есть друг за другом начинают повторять это, то есть одним словом, человек уже стал на путь такого просвещения и начинает регулировать свое питание. Может быть даже становится, приближается где-то к сыроедению, то есть отказ от вредных продуктов, это тоже как приложение к БАДам. И в итоге по этому пункту тоже здоровье улучшается, но адепты БАДов приписывают эту причину, что это как бы от БАДов улучшается здоровье. Хорошо, давайте рассмотрим, еще есть позитивное мышление. Конечно же, люди такие вот продвинутые, которые во всем развиваются и от случая к случаю на такие темы в своей жизни приходят, что вот давайте займемся своим здоровьем, и там люди мыслят позитивно. Мысль позитивно начинает. И в итоге я назвал, по-моему, четыре причины, да? То есть вода, физическая активность, регулируем питание, чуть ли не переходим лучше на сыроедение. Мышление. И, конечно же, может быть, сами БАДы кое-какую пользу, конечно, приносят. Может быть, один процент, скажем так. Почему? Вот у меня был опыт, допустим, Alive Max я употреблял такую штуку. Ну, сказать, что они мне помогли. Я употреблял. Так я употреблял. Ну, ничего мне, ни от чего. Даже не почувствовал там, не помог. Короче, ничего. Мы бы за эту сумму купили бы... 78 литров меда здесь отменного. Либо 7 месяцев питались бы, то есть по 50 долларов в месяц. У нас в Грузии выходит на продукты в месяц питались. То есть не совсем неравноценный обмен. Пустышку вот на это. И вот это я теперь все снимаю. Почему? А люди и не снимают негативные отзывы, потому что как бы им стесняются признаться. То есть меня развели. Зачем, чтобы слышали об этом? Но я буду об этом говорить. Потому что меня зацепило то, что я, во-первых, изучаю логику, и сколько манипуляций, сколько подмены понятий, сколько используется запрещенных приемов аргументации, подменных понятий различных. Такого не должно быть. То есть человеческий ум, сознание, который в уме находится, в своем уме, в осознанности, это цепляет. И хочется как бы возразить этому. Вот я и возражаю. И, конечно же, какой-то процент этих БАДов, ну, все-таки действует. Может быть. Но там же все-таки иной раз, в ряде случаев, не просто так налили воды. Может быть, да, действительно, там технология какая-то, какие-то нанотехнологии, там, что-то такое туда собирать. Ну, например, морковку вырастили, там, сок выжали, испарили, и вот этот порошок сжали-сжали-сжали туда-туда все там. Какие еще технологии бывают? Одним словом, есть еще такая штука в логике, например, когда вам втирают какие-то умные речи, такие вот. Нанотехнологии, там, в одном грамме содержится 10 килограмм каких-то витаминов, там, о том, что начинают... 50 килограмм там были заявки. Ну, 50. Вот если вы пшикаете под язык, это означает, вы съели 10 килограмм фруктов и овощей. Хорошо, меня это заинтересовало. Я почему пошел и повелся на это? Потому что меня привел человек, который, одним словом, доверие к нему есть, и потом поэтому пошел. Что пошло дальше? Я пообщался с разными людьми, которые тоже использовали эти БАДы, и мои вопросы, и просто выводили их под равновесие дальше, и мне просто было жалко их терпить. Им просто нечего было ответить. Как бы, может быть, помогает. Или такие были ответы, ну, у меня так хорошее здоровье. Типа, как бы, то есть это говорит о том, что они не почувствовали явных результатов, потому что, ну, и так хорошее здоровье. Ага, сколько там у нас батареи? Нормально все? Да. А то еще сядет. Да, вверху сядет. А потом посмотрите дальше. Много видео сразу сейчас затягивать не буду, что-то вспомнилось, и сразу я сказал. Вы же помните, ребята, еще человек вообще, он исцеляется и самоисцеляется. Для этого нужно чистая вода, солнечный свет, вот как мы сейчас поглощаем. Вот эти все просторы, горы. Даже если у кого-то нету, и, ну, что-то поменьше есть, все равно там, где вы живете, все это, в той или иной степени все это есть. А вообще начать нужно с культуры питания. Ну, вот культура питания, мышление и все. А так иначе что получается? Смотрите, вы слышали сказку про кашу из топора. То есть, когда мужик идет, солдат по деревне, и голоден. И он встречает, заходит в какой-то дом, старушка, жительница, накорми меня, пожалуйста, что у тебя есть? А говорит, у меня ничего нету. А он умный, он знает, у него есть. Говорит, давайте мы с кашей из топора сварим. А у него топор, берет топор, вари. То есть топор здесь поступает равноценен БАД? Да, топор это равно БАДы, здесь такое сравнение. И он говорит, хорошо бы кашки добавить, хорошо бы сольки, хорошо бы давайте туда еще. И она по чуть-чуть еще туда добавляет. Он топор вынимает, каша получается. Вот, каша вкусная, говорит. И хозяйка говорит, никогда такой вкусный кашист пронехал. Ну, вопрос ключевой. Топор здесь при чем? При чем здесь топор? Так и тут, смотрите. Пьем воду, занимаемся спортсмом, полиативно мыслим. Отбрасываем весь шлак в питании, с горома питания, стремимся к культуру питания. Позитивное мышление. Слушаем Джо Диспенза, когда подсознание может все. И может быть еще 1% добавляем пользы, которую мы получаем от БАДов. Конечно же, польза в кавычках, но может быть какая-то есть, не спорю. Там же наука, но по большой цене, завышенной цене, это очень много. Это того не стоит. Хорошо, если вреда не будет. И то, да, хорошо, если вреда не будет, привыкания, еще что-нибудь, это того не стоит. Но и тогда мы получаем. В итоге в этом комплексе мы получаем пользу. Пользу, представляете? Конечно, как же без этого, без пользы от такого комплекса. Но эту пользу мы, что делаем мы, адепты вот этих БАДов, мы, как собирательное слово всех адептов и последователей, я использую, приписывают пользу употреблению БАДов. Вот это и есть большое подмена понятия. Ребята, разберитесь с подменой понятия, с логикой. Это, ну как слова подобрать? Это не честно. Да, это мой крик души, потому что человек хочет жить честно. Человек с большой буквы стремится. Нас обманывают. Ай, посмотрите, где? И еще, ну, выразиться это нужно. Вот понимаете, это должно вырваться и сказать, выразиться. Самое выражение должно быть. Вот такие дела. Поэтому логика, просвещаемся, не обманываем ни самих себя, ни других. Ну, поэтому я пошел в децентрализованные финансы, криптовалюта, так и низверные акции, акции там подобные, краудинвестинговые платформы. То есть, чтобы бизнес через интернет не был связан с товарным бизнесом. Потому что, как очередной бизнес меня звали, я спрашиваю, там касса взаимопомощи. А какой тут товар, какой мы распределяем? Он говорит, Вадим, слушай, ну, вместо того, чтобы прикрываться каким-то товаром, у нас нет никакого товара. Потому что, честно сказать, допустим, а LifeMax 70% уходит в сеть. То есть, все хорошо, все здорово, заработать хорошо. Там, до 50-30% сразу в первой линии. И потом в линии дальше распределяется 70% во все линии. То есть, сам товар стоит 30%, да еще меньше. То есть, товар стоит вообще копейки. Да, еще меньше, чем 30%, потому что еще это себестоимость только одну берем. Плюс зарплаты заводам, логистика перевести, там 10% сам товар на самом деле стоит. То есть, мы друг другу воздух продаем. Так на самом деле вопрос получается, если сам БАДы стоят вообще минимум копейки, да? Не та сумма, которую, конечно же, получает покупатель, оплачивает, потому что 70% возвращается в сеть. То сколько же тогда стоят те же 50 килограмм фруктов, которые выжаты в одной капсуле БАДы? Сколько? Ну сколько? Разве они могут стоить копейки? Совсем копейки? Вот как можно выжать там 50 килограмм куб лобники и... Не стыковочка, правильно? Да, не та сумма тогда получилась. И я говорю, что товар здесь все хорошо, бизнес классный идет, зарабатываем, но товар здесь лишний, понимаете? Как бы лучше бы, ну вот эти деньги, короче, не товар, а чуть-чуть больше денег еще взяли. Ну, Владимир, ты зря тут крик души устроился. Это не зря, давай. Потому что смотри, есть плацебо, и за плацебо, если человек платит, то он получает результат. Если он очень сильно верит, что ему этот БАД поможет, то не сам БАД помогает, а именно его вера помогает. Так в итоге мы что, пользу людям носим, когда мы БАДы продвигаем? Ну, если им хорошо, то польза. Тут понимаешь, двоя как-то. Если хорошо, то польза. Ладно, это другой философский вопрос. И даже эта тема, знаете, какая сейчас, видео закроем, а следующее видео будет про то, кому это несет пользу и несет ли вообще. Просто дело в том, что людей не заставишь заниматься спортом, пить чистую воду, стремиться к чистому питанию и позитивно мыслить. Пока не дашь им волшебную таблетку за 100, за 500, за 1000, за 10 тысяч долларов, кому сколько надо. По сути дела, это продажа веры. И тогда он начинает заниматься своим здоровьем. Вот как. Это продажа веры. Даже если не менять условия, воду и так далее. Если человек начинает очень сильно верить, что именно эта таблетка ему поможет, то это имеет место быть. И лечит не сам БАД, поймите, а лечит именно вера. Но это вы можете сделать и без БАДа. Если вы очень сильно поверите, что вы можете, у вас есть ресурсы, а у вас действительно есть ресурсы, то БАД вам тут абсолютно не нужен. Ну, как я уже говорил, всю эту пользу обязательно присвоят себе именно, что это якобы было от БАДов причина. Друзья, всем пока. Это Грузия. Пишите, спрашивайте про Грузию. Если границы откроются, будут мероприятия. Это и для самостоятельных путешественников то же самое, что кто-то хочет путешествовать. И фрукты. Фрукты сейчас пойдут. До свидания. Сейчас немножко поместится. Сейчас конец апреля. Конец апреля. Число? Воскресенье. Все. Всем пока. 25-ое. До спятых. Субтитры подогнал «Симон»!